Архивное дело. От классово чуждых до потери партийного чутья. Вот так выглядят подшивки дел горкома ВКП, Б, города Пензы. Области тогда не было, она не существовала, Пензенскую область незадолго до этого слили с Тамбовской. Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное. Книга Сираха 22-25. История и документы. Итак, продолжаем знакомство с документами из партийного архива Пензенской области. И сегодня перед нами пройдут фотокопии документов за 1934 год. Год съезда победителей. Поскольку какой-то одной особой темы у нас нет, мы будем читать все подряд, чтобы составить о том времени впечатление. Входим внутрь. В принципе, работать здесь сегодня может любой, но нужно получить разрешение в Госархиве, поскольку Афопа Гапа это его филиал. Многие ищут своих родственников. Ведь на всех коммунистов имелись учетные карточки и персональные дела и по ним можно многое всего узнать. Например, что твой предок, участник ВОВ, награжденный орденами и медалями, был исключен из партии за мужеложства, и одновременно отдан за это под суд. Органы милиции бездействуют. Начнем вот с этого документа. В свое время нова была моя статья о хулиганстве в Пензе области, написанная на основе одной кандидатской диссертации, посвященной девиантному поведению советских граждан 20-х годов. Но там дело заканчивалось 29-м годом. И вот прошло пять лет, а проблема хулиганства, как оказалась, как стояла, так и стоит, особенно на селе. Левацкие загибы. Интересно, что в документах 1934 года, в газетах «Правда» и «Рабочая Пенза», термины «вредители» и «вредительство» еще не применялись. Но речь шла о классово-чуждых, потере партийного чутья, разложенцах и левацких загибах. Вот интересно, какие такие именно левацкие загибы могли быть допущены начальникам МТС, но выяснить это по документам не удалось. Левацкие загибы в раскулачивании. Напомним, дело происходит в 1934 году. Граничит с вредительством. Но прямых обвинений во вредительстве пока еще нет. Строгий выговор председателю за пьянку. Великий комбинатор с очков и взвеселовки. Сильное впечатление произвела книга Эльфа и Петрова «Что и говорить». И журналисты газеты «Рабочая Пенза» пользовались именем ее главного героя и писали о вскрытых недостатках. Огорком партии проверял факты и принимал свои меры. А вот так этого с очков и наказали. Не оправдали высокого доверия. Об абортировании жеребых кобыл. Какими только делами не приходилось заниматься горкому ВКП. Ведь были же советы депутатов трудящихся, как городские, так и сельские. Они-то зачем тогда были? Однако партии дела было даже до жеребых кобыл и участившимся по области их абортировании. Вообще странная получается картина. Если партийные документы читать, милиция бездействовала. Конюхи за конематками не следили. На заводах брак превышал 60%. Кто-нибудь у нас тогда вообще работал как положено. Плохая работа наказывалась строго. Но только ничего не менялось. На место одних бракоделов приходили другие. О беспризорниках. А вот это очень интересный документ. О борьбе с беспризорниками. Но откуда они взялись? Гражданская война закончилась в 1922 году. В 20-е годы борьбы с беспризорностью велась очень активно. И вот опять беспризорники, да еще в масштабах, вызвавших обсуждение на уровне горкома. Порторги тоже пили. Да еще и скрывали свое социальное происхождение, пролезая на теплые места. То есть наверх у нас далеко не лучшие попадали. Всегда. Это что традиция такая. Вот этого попова разоблачили, вернее это он сам разоблачился, и наказали. Но сколько таких вот поповых по стране оказалось умнее. То есть система была заточена на то, чтобы, как только ты наверх попал, так сразу же там искурвился, предал трудящиеся массы, обуржуазился и начинал работать на запад. Странная какая-то система. Таких, негодных, так? В 10-дневный срок ликвидировать прорыв. Еще один показательный документ. Партийно-пропагандистской работы нет. Горком это отмечает. Вскрыли прорыв. И тут же указание в 10-дневный срок его ликвидировать. Но можно ли за такое время столь серьезный недостаток исправить? Да еще и обеспечить высокое качество партийной учебы там, где ее не было вообще. Вот так сами же партийные органы и толкали людей к показухе. Ставили заведомо невыполнимые задачи, а затем требовали их выполнения. И люди, чтобы их не наказали, все выполняли. Вопрос как? Отдельным списком до кулацкого двора. А вот это просто уникальный документ. То есть спустя 4 года после ликвидации кулачества как класса на пензенской земле еще вполне легально существовали кулаки. Им горкомом партии выдавались задания по доведению посевной площади. Это что же были за кулаки такие? Свои в доску и абсолютно лояльные к советской власти. Но ведь кулак это же сельский ростовщик, мироед, паук. Вот как их в деревне называли. И вдруг вот вам отдельный список товарищей кулаки. Очень интересно. Прямо так и тема для отдельного исследования. Советские кулаки после коллективизации раскулачивания. А кто-то лишался портбилета за отказ поехать в село. Юзефсон и его система. Тоже очень интересный материал. В защиту старых специалистов, вот даже как. Против администрирования. Чем-то знакомым веет, не так ли? Вроде бы и сегодня у нас были совсем недавно то же дело врачей в московской онкобольнице. Связанные с излишним администрированием со стороны директора. Как видите, мало что меняется в нашей стране. Те же грабли, и мы все так же на них наступаем. Чем закончилось? Ну вот, книжка за 1934 год проработана от корки до корки. А сколько их в этом архиве еще? Продолжение следует.